Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Отчитавшись перед клиентом, проживающим в новом микрорайоне, детективы, решив сократить путь, проезжали через промзону. Ты слышал выстрел? Что, открытый охотничий сезон в черте города? Ну-ка, ну-ка. Пойдем посмотрим. Интересно, кто это? Что у него в тачке? Не знаю. Давай я к нему напрямую, а ты сзади с тыла. Ну-ка. Бог в помощь. И вам не хворать. Копаем, значит? Не дам. Что она вам сделала, душегубы? О чем ты, командир? Тут стреляли. Может, видел кто? Так вы что, не от них? От кого от них? Мы сами по себе услышали, выстрелили. Решили посмотреть. Собака... Это Найда моя. Они здесь ездят, отстреливают всяких бродячих собак. Ну и моя Найда под раздачу попала. Да нет у нее бешенства. Я ее щенком подобрал. Выходил. Она умная. Понятно. А с чего вдруг отстреливают? Стая здесь живет. Человека загрызли. Что, серьезно, что ли? Да кто ж его знает, правду-то? Только раненого ночью нашли. Скорая приезжала. Я сам видел. Я выходить не стал. Бузина очень ночью. Найда, найда. Ну, собак, конечно, жалко. Но вы же тоже понимаете, что бродячие животные, рядом жилой массив, это опасно. Вчера напали на одного, завтра нападут на другого. Да не нападали они. Знаю эту стаю. У них свой закон есть, дисциплина. Я здесь пять лет стройматериалы охраняю. Кузовлев Матвей Захарович. А что за закон такой? Закон стаи. Нарушать его не позволено. За этим блюдит вожак стаи. А у этих собак был свой вожак? А как же Прохор? Пес такой здоровый, по пояс мне будет. Остальные-то мелковаты, по колено. Вот без команды этого Прохора стая с места не двинется. И ни на кого не нападет. Ну, вот, наверное, Прохор вчера и дал такую команду. С того света, что ли? Прохора вчера днем грузовик задавил. Так что разбежалась стая по углам. Ее чтоб в новую стаю собрать. Вожак нужен новый, чтобы сбить в стаю. Да теперь, наверное, уже не нужен. Слушай, Федор, поехали. Еще в РУВД надо скачать, бумаги передать. До свидания. До свидания. С Ульеевым. А вы напрасно здесь гуляете? Это опасно. Да, я слышала выстрелы. Откуда-то оттуда. Там бродячих собак отстреливают. Здесь ночью человека нашей. Это был мой брат. Павел Суев. Врачи говорят, он вряд ли выживет. Ну, не самое удачное место он выбрал для прогулок. Не понимаю, что он вообще здесь делал. И вряд ли уже узнаю. Специально приехал на место посмотреть. Через полчаса надо быть в РУВД, подписать какие-то бумаги, а я такси отпустила. Думала, отсюда можно как-то будет добраться. И ключей от Пашиной машины у меня нет. Вам повезло, мы как раз туда. Давайте вас подвезем. А вы в милицию зачем? Тоже проблемы? Проблемы? Да нет, я по делам. Я частный детектив. Частный детектив. Понятно. А я Вера Петрова. А что ваш брат делал в этой промзоне? У него здесь какие-то дела? Да какие. Паша инженер-конструктор. Он работал в НИИ. 12 лет назад институт приказал долго жить. И Паша, прекрасный специалист, оказался на улице. Начал пить. Сочувствую, но в 90-х не он один в такой ситуации оказался. От него тогда жена ушла и дочку Аську забрала. Правда, он позже завязал. За ум взялся. Устроился инженером на завод. Но Маринку было уже не вернуть. Замуж вышла. А вы знаете, здесь вот на краю промзоны построили новый микрорайон. Может, у него там кто-то и знакомый живет? Может, и живет. Я мало кого из его друзей знаю. Мы с мужем недавно в город вернулись. Но только брат человек осторожный. На ночь глядя, черти куда не поехал бы. А в этот микрорайон можно и другим путем добраться. Ой, гражданочка, вы поймите. Это просто несчастный случай. Ваш брат оказался не в то время и не в том месте. Нет, не понимаю. А вдруг это не собаки? Вдруг на него напали? Ну, разберитесь, пожалуйста. Может быть, кто-нибудь что-то видел. Это уже не первый случай в том районе. Вещи заберите. Распишитесь в получении. Мы там все осмотрели. Свидетелей нет. У машины обычный прокол колеса. Кстати, можете ее отогнать. О, Алексей. А ты тут какими судьбами? Да к Сидорчуку поделал, забегал. А тебе вот барышню привез. Что с ее братом-то? Да, похоже, на ночь глядя поймал колесом то ли гвоздь, то ли еще чего. Запаски в багажнике нет. Побрел пешком к новому кварталу. Тут на него эти бродячие псы и напали. А кто его нашел? Проезжающий мимо водитель. Ночь уже гроза какая была, а потом ливень. Где-то в районе часу ночи это было. Да он во вспышке молнии его и увидел на обочине. Тут же вызвал скорую. Еще чуть-чуть истек бы мужик кровью. Что будешь делать? С потерпевшим уже ничего не поделаешь. А собак дана команда отстрелять к чертовой матери. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извини. Алло. Да, товарищ полковник. Да, понял, да. Извини, к совещанию руководство. Потом мы увидели. Да, товарищ полковник, понял. Да. Я вас очень прошу, займитесь этим делом. Я чувствую, здесь что-то не чисто. А этот следователь заладил как попугай. Несчастный случай, несчастный случай. Ну, похоже, что он прав. Да нет же. Мой брат – человекопостоятельный. Все, что касается машины, у него всегда запаска есть в багажнике, домкрат и компрессор. Да он без этого до ближайшей аптеки не выезжал. Придет с тебя, все и прояснится. А если не придет? А если на него напали, а собаки – это уже поток. Преступника, ведь, можно по горячим следам поймать. Кстати, у него были дорогие часы на руке. Пропали. Золотые, с черным кожаным ремешком. Пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, хотя бы выясните, что он там среди ночи делал. Он мой единственный родной человек на свете. Хорошо, я попробую разобраться. Только мне на время понадобятся вещи вашего брата. Включи от машины, мобильный телефон. И еще вы запишите мне адрес вашего брата и свои координаты. А Федор пока отгонит машину к вашему дому. Конечно. Так, в 18.03 ему звонили с мобильного. Абонент у него записан как цыпленок. В 18.05 он сам перезвонил по этому номеру. Так, а потом он позвонил на городской номер, который у него записан как цыпленок-дом. Кать, посмотри, кому он принадлежит. Федор, ну а ты что, собирай все необходимое, давай на пустырь. На всякий случай осмотри машину и подгоню ее потом к дому клиентки, а то ее там разберут на запчасти. Хорошо, я сделаю. Алексей Викторович, это домашний телефон, установленный в квартире Глотова Ефима Николаевича. Адрес улицы Новополянской, дом 8, квартира 67. Это новый микрорайон Светлый Яр. Который находится как раз за промзоной. Да, кроме Глотова в квартире прописана жена Глотова Марина, домохозяйка, дочь Ася, студентка института связи. Кстати, по первому мужу Марина была Зуевой. Совпадение фамилий? Бывшую жену Павла тоже зовут Марина. И получается, что Павел ехал именно к ним. Так, я Глотовым. Возможно, они прольют свет на цель его визита. Только все-таки я сначала зайду в больницу, узнаю характер повреждения Павла. Потом к Глотовым. Катя, ты будь на связи, а ты давай за машиной. По просьбе Веры Петровой, детективы расследуют инцидент с ее братом Павлом Зуевым, которого почти до смерти загрызли бродячие собаки. По мнению милиции, Зуев пробил колесо и вышел из машины, когда на него напала одичавшая стая. Детективы выяснили, что последний звонок Зуев сделал на домашний телефон своей бывшей жене Марине. Зуев – отделение интенсивной терапии. Насонов встретился с доктором Вороновым, который ночью принимал пострадавшего Зуева. Характер укусов. Это была крупная собака. И укусов всего два. Один – правое предплечье, а второй – гортань. Подождите. Вы считаете, что собака была одна? Вы не ошибаетесь? В милиции считают, что на него напала бродячая стая. Это уже не первый случай. Ну, я других случаев не знаю. У моего пациента чуть не загрыз один зверь. Из моей врачебной практики такие травмы остаются при столкновении со специально обученными животными. Ну да, ну да. Первый бросок в руку, это если нападает на хозяина. А второй уже в область горла на поражение. Доктор, а по характеру укуса размер челюсти и самой собаки прикинуть можно? Ну, конечно, вы задаете интересные вопросы. И все-таки я помочь вам попытаюсь. Это была очень большая собака. Ну, какая? Вот такая, вот такая. Ну, приблизительно вот такая. Маленький теленок. Это из порога тех собак, у которых развита челюсть. Да вы можете сами взглянуть. Подходите с вами. Я зафиксировал фото. Ну, если, конечно, вы не боитесь. Ну, пожалуйста, смотрите. Так, а вот на лице у него что? Что это, гематома? Да, это в области правого глаза с рассечением кожных покровов. И откуда это? Или собак же ему синяк поставил? Он мог бежать, упасть, спасаться от бродящих собак. Напоролся на что-нибудь. Да, в конце концов, мог подраться до того, как его искусали. Я точно вам такого сказать не могу. Да и следователю Мартынову так же сказал. А можно я скопирую эти фотографии? Да, пожалуйста, у вас есть флешка? Ага. Детектив Насонов приехал домой к бывшей жене Зуева и сообщил ей о происшествии с Павлом. Господи. Ой, Паша, Паша. Я еду в больницу. Подождите, подождите. Сейчас в этом нет никакого смысла. Он без сознания, состояние его тяжелое, но пока жив. Его сестра попросила меня выяснить, что произошло. Он вчера ехал к вам? Что-то срочное? Нет, что вы. Он просто хотел с дочерью встретиться, а она на даче. К экзаменам готовится. А потом у нее очень проблемы в отношениях с мужем, с отчимом. Поэтому старайтесь с ним пореже встречаться. А вот это он ночью. Да, это Ефим. А это мы у нас на даче. Скажите, вот этот телефон Павла, вам этот номер не знаком? Да. Это телефон дочери. Он часто с ней перезванивается. По заданию детектива Насонова Федор приехал в промзону и осмотрел машину пострадавшего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей Викторович, тут на колесе разрыв такой, как будто ножом или отверткой пропороли. Угу. Что-то еще? Да, еще я заглянул в салон. Я обнаружил на педалях глину светлую. Гораздо светлее, чем та, которая здесь вокруг. Я понял. Ты погоди, пока резину не меняй. Появились кое-какие соображения. Возьми образцы грунта из земли, из педали. Да, потом передашь Кате, скажешь ей, чтобы отвезла в университет на кафедру почвоведения. Там работает мой знакомый. Но мы к нему уже обращались, она его знает. Ага, а я к тебе скоро подъеду. Скажите, а могло такое быть, чтобы Павел вчера ехал к вашему мужу? Нет, Ефим второй день в командировке, и потом они с Павлом никогда не общаются. Даже если бы Павел звонил сюда, к нам по дороге, он никогда бы не поехал через это проклятое вот это место. А он что, знал про стаю собак? Да, конечно же. Ефим как-то сам чуть не пострадал от этих псов. Я тогда Паше все сообщила. Подождите, я попробую сейчас до дочери зазвониться. Господи, вот характер, а. У кого? Да у дочери. Мы с ней тут поругались перед отъездом, так она до сих пор трубку не берет. Небось опять полный дом гостей навела. Сейчас я ей смс-ку отправлю. Должна жена знать про своего любимого папу. Я, пожалуй, пойду, не буду вам мешать. Всего доброго. Давайте я вас провожу. Вот интересно, колесо он случайно пробил или кто помог? Машину хорошо осмотрел? Да. Ничего особенного не обнаружил. Единственное, что в багажнике вот кусок полиэтилена обнаружил. А у вас есть новости? Да тоже не густо. Зуев знал, что выходить из машины ночью в промзоне опасно. Глотовым он не собирался. Хорошо бы проверить все-таки его мобильный получше. Должны же у него быть друзья, женщины в конце концов. Да сделаем, конечно. Что с отпечатками? Да пока ничего. Вот работаю. Я только не пойму, чем мы занимаемся. Какая разница, куда он ехал? Главное, что это несчастный случай, правильно? Милиция тоже так считает. Подтвердим их версию, дело закрыто. Что ты там такое увидел? Да ерунда какая-то. Получается, что Зуев перед тем, как выйти из машины, тщательно протер баранку. Отпечатков ноль. Да, странно. Алло, Мартынов? Да, это я. Слушай, я по поводу машины Зуева. Да-да, занимаюсь этим делом. Тут такая история. В общем, получается, что все отпечатки пальцев в машине Зуева стерты. А учитывая характер травм, которые он получил, мне кажется, придется возбуждать дело. Ты бы подослал сюда экспертом. Ага. Понял. Ну что, пришлет? Пришлет, но только не сразу. Если бы не вчерашний ливень, можно было бы отработать следы. То непонятно, сам Павел добрался до обочины дороги. Или вот до Волокле там бросили. Ну, об этом надо подумать. Слушай, а ведь если здесь есть сторож, значит, есть что охранять. И значит, есть от кого? Свидетели? Что-то не похоже на оживленное место. Алло, Мартынов? Это опять я. Слушай, а ты не подскажешь, мобильный Зуева где был, при нем или в машине? Угу. Все, понял, спасибо. Мобильный Зуева уцелел, потому что был в салоне машина. А часы с руки кто-то снял. Давай, закрывай здесь все, пошли. Катя забрала образцы глины и привезла их в университет. Институт? Доценца Чернышева. Угу. Петр Алексеевич? Здравствуйте. Вас беспокоит Антон Асонова. Меня зовут Катя. Вы не могли бы мне помочь в определении характера почвы? Да, образец у меня с собой. Спасибо. Я уже около института. Смотри-ка, кастеров кто-то жжет. Пойдем глянем. А ну сидеть. Что, в беге на короткие дистанции решил потренироваться, а? Почему убегал? А черт у вас ментов знает. А почему ты решил, что мы менты? А что нормальным людям-то тут шарить? Толково. Сам отдашь или в отделение поедем? Чего отдать? Часы, дорогие. Которого ты вчера с раненого снял. Он же живой еще был. Нехорошо. За это же статья полагается. Начальник. Да если б не я, он бы вообще окочурился. Так. Вот с этого момента давай поподробнее. Да что, поподробнее. Иду вчера ночью. Слышу, стонет кто-то. Подхожу поближе. Мужик в яме раненый лежит. Еле живой. Ты его, значит, обшарил и вытащил на дорогу. Ну а почему милицию скорую не вызвал? У меня мобильника-то нет. Как эти вызовут? А от сторожа что, слабо? Слабо. У него, знаешь, какая собака злющая. Ни намордника, ни ошейника. А тут что, стая-то бегает. Пока его до дороги дотащил. Страху натерпелся. Я думаю, выскочит сейчас. Упоминай, как звали. Степку Малинина. Да и вот что, Степа Малинин. Ты часы отдавать-то будешь? Да нате, заберите. Смотри. Золотые часы. На черном кожаном ремешке. Только, между прочим, он бы отблагодарить мог. Я его на самое видное место выволок. Потом гроза началась. Насонов сфотографировал часы и отправил фото клиентке Вере Петровой. Герой. Он сейчас в реанимации. Оклемается, может, и отблагодарит. Часы подарит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Вера. Эти часы. Часы вашего брата. Угу. Это они. Слушай, друг, а ты вчера больше здесь ничего не находил? Находил. Только вам это без надобности. Так. Хлам всякий. Да он еще и обгорел. Как это обгорел? Да кто-то барахло старое поджег и уехал. А тут гроза началась, оно и не догорело. А ну пойдем покажешь, где это. Пошли. Сюда подходите поближе. Вот здесь вот. Значит, вот так рубашка и тлела в пленке. Да, сизый дым шел и воняла какую-то кислятина еще. Рубашка, кажется, в крови. Похоже на то. А пленка похожа на ту, которую ты в багажнике заметил. Может, и она оплавилась. Угу. Забирай давай. Пойдем покажешь, где раненого нашел. По просьбе Веры Петровой, детективы расследуют инцидент с ее братом Павлом Зуевым, которого почти до смерти загрызли бродячие собаки. По мнению милиции, Зуев пробил колесо и вышел из машины, когда на него напала одичавшая стая. Однако, обследовав машину Зуева, детективы не нашли отпечатков на руле, а врач обратил внимание на укусы, которые характерны для охранных собак. Ну вот тут он и лежал. Да, ливень был. Если какие-то следы оставались, все смыло. А собаки? Слушай, если ты так боишься собак, как ты сюда-то не побоялся идти. Они же где-то рядом были. А вчера почему-то их здесь не было. Когда они близко, они лают на весь пустырь. А вчера их почему-то не было. Вот я и вышел прогуляться. Так, ладно. Берешь с собой пакет, задаем в машине Зуева. Ждите милицию. Какую милицию, мужики? А вы-то кто? Мы? Мы частные детективы. Пошли. Ну что? Наша миссия закончена? Ну, в общем, да. Все материалы мы передали в милицию. Они выяснят, кровь Лизуева на рубашке и что за полиэтилен. Машину уже отогнали к экспертам. Меня вот что смущает. Укусы. Точнее, размеры челюсти собаки. Но они гораздо крупнее, чем у любой дворняги. Хотя дворняги, конечно, тоже разные бывают. Ну да. Подарят щенка, а он вырастет здорового теленка. И куда его потом? На улицу? А может помесь какая-нибудь? Согрешила чья-то бабушка с водолазом. Прохор наверняка из таких был, но он погиб. А остальные собаки в промзоне? Захарычу по колену. А та, которая напала на Зуева, ну прям как-то собаку баскервили. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло, Алексей Викторович. Ася пропала. Дочка моя. Как пропала? Она же у вас на даче? Да была. Она второй день не отвечает на мои звонки. Я начала волноваться, позвонила соседке. Та проверила, свет не горит, окна закрыты. В доме никого нету, понимаете? А где у вас дача? Да в Разуваевке, совершенно недалеко отсюда, от города. Там как раз белая глина с педалей машины Зуева. Мне эксперт из института карту даже передал. Я вас очень прошу, поедемте со мной к нам на дачу. Понимаете, соседка говорит, что там что-то случилось. Собака, собака лаяла, как подорванная. Машины какие-то приезжали. У вас есть собака, а какая? Кавказец. Ну какое это имеет значение? Вас он не тронет, он в вольере живет. Хорошо, собирайтесь, я за вами сейчас заеду. Ты почему про глину ничего раньше не сказал? Так вам же не срочно было? Не срочно, учишь вас, учишь. Поехали в Разуваевку, ты будь на связи. Через 40 минут детективы приехали в поселок Разуваевка. Это Барс, он всегда лает, когда к воротам кто-то подъезжает. Спокойно, Барс, это свои. Серьезная собачка, слушается? Как же, он кроме мужа никого не слушается. Дело в том, что он целый год с ним в охранную школу собак ходил. Странно, вроде ливень был, а следы от машин свежие. И здесь не одна машина была. Вы знаете всех друзей своей дочери? Да многих, но я вчера всех обзвонила. Никто к нам на дачу не приезжал. Сесть, они все готовятся. А здесь в основном муж машину ставит. Да и следы на него похожие. У него одно колесо с другим рисунком. Запаска старая. Ну вы же сказали, что муж в командировке. Да, только завтра должен вернуться. Ну пойдемте в дом, может ваша дочь начиталась книжка и уснула. Это комната дочери? Ну и бардак. Вы уж простите меня, пожалуйста. Да ничего, ничего. Я тоже, знаете ли, в детстве иногда под кровать мусор заметал, когда торопился. Мама потом ругалась. Пусть, ей это с рук не сойдет. Ничего себе, а. Вечно что-нибудь сломает, а потом засунет куда попало. Но мобильный телефон она бы так не бросила. Это ее опарка? Да. Господи, теперь понятно, почему я не могла до нее дозвониться. Странно. Она на телефон даже в умывальник с собой берет. Не хочу вас пугать, но в милицию надо сообщить. Скажите, а у вашей дочери есть одежда вот с такими пуговицами? Нет. Только руками ничего не трогайте. Ерунда какая-то. Так это как от мужской рубашки. Ефим такие носит. Я ничего не понимаю. Так значит, он был здесь, на этой даче? Значит, он меня действительно изменяет. Вот подлец. А Ася его прикрывает. Теперь все понятно, а. Как белый день. Просто... Просто ее не было все это время здесь, на этой даче. Она сообщила Ефиму, а он и рад стараться. Спит здесь со своей секретуткой. Спились. Все врут. Взгляните вот сюда. Вам эта одежда знакома? Да. Это рубашка Ефима. Но почему она обгорела? Вы что-то знаете? Что с ним? Где он? Нет, не знаю. Эту рубашку мы обнаружили недалеко от машины Павла. В промзоне. Павла? Ну почему? Алло, Кать. Узнай, на самом деле сейчас ищем Глотов в командировке или нет. Это срочно, сразу звони мне. И еще, узнай мобильный телефон на его секретарше, если она не на работе. Поняла? Сделаю. А вот этот перстень ваш муж все время носит? Да, он его совсем не снимает. Мне не очень нравятся украшения на мужчинах, но ему нравится. А у вас где-то есть парниковая пленка здесь? Да, конечно, в сарае, там несколько рулонов. Пойдемте посмотрим. Вот эта пленка. Только я ничего не понимаю. А я, кажется, уже начинаю кое-что понимать. Алло, Мартынов? Насонов. Экспертиза готова? Угу. Все, я понял тебя. Ну что, дело усложняется, пропала дочь Зуева. Насонов сообщил следователю о находках на даче Глотовых и о своих предположениях по делу Зуева. Ну что, похоже, что ваши оба мужа вчера были здесь. Что? Да, Катя. Ага, все, понял, спасибо. Вы были правы, ваш муж никуда не уезжал, ни в какую командировку. Вчера он был в городе, даже умудрился подписать контракт. В офисе, правда, у себя не появлялся. Да какие у них могут быть дела с Павлом? Ну, это еще выясним. Но Павел вчера был здесь. Доченька, что с тобой? Где папа? Я с ночи не могу ему дозвониться. Он в реанимации в больнице. Что вчера произошло? А, это частные детективы. Они расследуют дело папы по просьбе тети Веры. Отчим был вчера здесь? Он приставал к тебе? Да этого урода давно пора за решетку. Что ж ты говоришь, доченька? Да явился вчера сюда шампанским. Бабу ждал. А тут я так не кстати. Весь кайф ему обломала. Мама, ты с ним носишься. А ведь он тебе изменяет. Ася, а что потом было? Потом сел на кухне. Поддавал. Ну, я была у себя в комнате. На всякий случай дверь заперла. И тут он начал ломиться. Но я перезвонила отцу. Мы договаривались, что он скоро подъедет. И тут ворвался твой Фима. Выбил у меня мобильник из рук. Он тебя изнасиловал? Нет. Я убежала. Вырвалась. Выбежала во двор. А он за мной. И начал по двору за мной гоняться. Сказал, что барша спустят. Но, слава богу, тут папа приехал. Папа! Папочка! Стоять, сволочь! Здорово, я прошу! Папа! 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 Гraw! Молоденький, Лапа! Папа! 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 Папа!ort! Папа жило昨ними 미국ами вновь на голова сíли и с твой Баренд. Алло, Мартынов? Ну да, опять я. Девушка нашлась. Версия? Версия подтверждается. Глотова можно задерживать. Через два часа Ефим Глотов был задержан. Эй, мужики, без балды. За что задержали-то? Откуда мне знать, что случилось с этим алкашом Зуевым? Слушай, Глотов, влип ты по полной. Покушение на убийство Зуева раз. Оставление в опасности два. Два. Не оказание первой помощи раненому. Три. Да плюс покушение на изнасилование Аси. Сидеть тебе, не пересидеть. Что? Из-за Зуева? Да я его пальцем не трогал. А ты что, забыл, как ты ночью на даче натроел у него свою собаку? Пес хорошо обучен, в горло вцепился намертво. Ты, начальник, ври, да не завирайся. Да, с Павлом и правда драка была. Только он потом от меня уехал, на машине. Так что ничего не докажешь, начальник. А мертвецу уже все равно. Докажем. Улик ты оставил достаточно. Да и Зуев выжил. Правда, пока в реанимации. Но скоро придет себя и расскажет, как ты его, умирающего, вместо того, чтобы отвезти в больницу, решил выкинуть на свалку. Ты даже пленку в багажник постелил, чтобы следов не осталось. И двинулся в промзону. Там ты выбросил Зуева в яму, а свою рубашку окровавленную завернул в ту самую пленку и решил сжечь на свалке. Если бы не гроза, да через час бы от нее ничего не осталось. Это ты все здорово задумал. Мы бы так и не разобрались. Скажи спасибо частному детективу. Слушай, ты, кто тебя просил лезть в это дело? Сестра Зуева. Кстати, надо ей позвонить, сообщить результаты. Врачам удалось спасти жизнь Павла Зуева. Ефим Глотов находится под следствием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова